В преддверии Дня Семьи, Любви и Верности для отряда юно-армейцев имени Героя Советского Союза Степана Горобца был проведен фитнес-урок «Спорту. Да!». Ребятам показали упражнения, направленные на укрепление мышц и поддержание хорошей физической формы. Подробности узнала Анастасия Новичкова. Ребята, основным видом деятельности которых является спортивное направление, стали активными участниками занятий на разного рода тренажерах. Юно-армейцы, которые активно участвуют в подобных акциях, и в этот раз показали себя как дисциплинированные спортсмены. Мы рады всегда участвовать в таких мероприятиях, потому что для молодежи это нужно, важно, и обязательно надо следовать такому правильному пути. Организатором и главным тренером фитнес-урока выступил директор организации «Здоровье детям» Кирилл Щетинин, который уверен, что юно-армейцы достойны пример для окружающих и яркий образец здоровой нации. Провели фитнес-урок, направленный на развитие фитнес-спорта для молодежи, для отряда юно-армии. Ребятам всем понравилось. Я много показал упражнений, рассказал о технике выполнения упражнений. Участники фитнес-урока получили памятные призы, настольный хоккей и сертификаты, а также положительные эмоции и новые спортивные навыки. Подобные мероприятия положительно сказываются на формировании ценностей у молодого поколения. Губернатор Игорь Руденя отметил, что развитию спорта в регионе нужно уделять особое внимание. Необходимо в первую очередь обеспечить условия для занятий детей и молодежи, в том числе в сельской местности. У каждого ребенка, независимо от места его проживания и доходов семьи, должна быть возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом и выбирать между несколькими кружками и секциями. Занятия спортом улучшают общее состояние человека, повышают его умственные и физические возможности, дают старт для дальнейшего развития. Многие молодые люди делают спорт частью своей профессиональной жизни. Но при этом не стоит забывать, что становление молодого организма должно быть гармоничным, развиваться не только физически, но и интеллектуально. Продолжение следует...